Хочу затронуть такую тему, как махинации Ютуба. Уже давно заметила такую ерунду, выкладываешь видео, и в скором времени, если оно начинает набрать просмотры, Ютуб отключает монетизацию. У меня это особых эмоций не вызывает, наверное, потому что канал создавался не с коммерческой целью, а для себя, так скажем, для будущей Вики. Уже предвижу вопрос, что если не с коммерческой целью, то зачем ты вообще включила монетизацию? Ну, почему бы и нет. Провела такой эксперимент, выкладываешь видео, называешь его видео номер один, допустим, но чтобы никто не нашел. Просмотров нет, монетизация есть. Потом меняешь название, добавила его к себе на страничку ВКонтакте, еще там куда-то, ну, пошли просмотры, естественно. Монетизация отключилась. А потом опять поменяла название, и монетизация включилась, когда ажиотаж спал, и просмотры перестали особо активно идти. Ну, название можно было и не менять, Ютубы. Ну, давай, давай что-нибудь интересное сделай. По-моему, не заждешься с нее. Блин, да ты с той стороны, да, я думаю? Пятница! Все, кулер готов. Так, ну, что там у нас? Все, кулер готов. Буду делать кофе. У меня тут целые запасы, да? Ничем не примечательные кофейки. Так, кто там скайпинг пишет? Ну, сейчас попробуем, заварим. С утра, на самом деле, еще нет. Так, ага, оно запаковано у нас. Ммм, какой аромат я прямо чувствую. Так, ладно, токсикомания какая-то пошла. Так, ладно, токсикомания какая-то. Тианка, тианка, тианка. Тианка, тианка, тианка. Холод, Дмитрий, вновь чинился. Ну, я смотрю, кризис тебя не коснулся. Как ты не коснулся? Раньше было бы четыре бутылки. Да? Да. Сыр с плесенью. Вот, видишь, кризис, мальчу, припульс. Пармезанчик. Что есть? Шато. Шато, это подделка, все. Как вы тут обустроились, о? Кстати, планировка очень такая интересная. Сам своими руками делал. Однушка, да, это была у вас? Да, сам своими руками делал. Что тут у вас происходило? Ничего. Молитвы. Молитвы? Как там дальше? Неважно. Так, ну, в таком облике, если Тарханов, это посмотрит Дениску. Ну все, приступаем к стрижке. Мало кто знает, что я еще и парикмахер. Рабочая розетка, да? Ну, ладно. Это розетка не рабочая. Так. А два, да, ухо? Допустую нервали поставить. Два вообще. Слушай, она не берет твои лоха. Серьезно, что ли? Да, надо меньше высота. Дизайн необычный. Какие-то эти понаставил. Это он рассказывал его детская игрушка. Он ее перевозит на все квартиры. С тобой что-то случилось? Да, голову помнил. Так, ну, как вы себя чувствуете? Нормально. Лучше парикмахер. Можете на улицу выходить? В шапке. Почему? Шапка еще. Тут, по-моему, еще надо. Да, тут, по-короче, думаю. Ну, давай. Ну, по-моему, здесь, короче, да. Или здесь я еще зеркал не видел. Я же училась на парикмахерах, это это, знаешь, долго. Не знаю, что я целых два дня училась. Я так хотел бы сказать. Два дня? Ну, так, результаты не видно, что ли? Да, по-моему, видно на три. Так, ну, приступаем дальше. Да, я думаю, мы его... Вы же больше никогда не будете мыться. Не, я помыться так собираюсь. А шерсть на мою сжечь. А шерсть на мою сжечь. Колдуны, колдуны, плавленные, да, ханат? Знаете, да? Какой у тебя адрес? Марк, ходил? Денис, приходи. Тебя ожидает подарок. Шерсть твоего подопытного. Сколько он на тебя уже денег потратил? Ой, я даже не знаю. На меня денег потратил, на меня мальчики не тратят денег. Не, ну, как, заочно или как это даже назвать, не знаю. Не знаю, так. Ну, и пакет какой-то. Пакет, так. Что там? Четно. Это что? Четно. Не мой чеснок. Четно так пахнет. Так я тоже по запаху. Так, то есть, тот и Дмитрия число. Не, она начала. Ходит свинной бриг правильно. Тем более, сегодня 13 число, небезопасно. Приехала погостить в гости к Артю. Да, уютно отместили. Он говорит, что у них в магазинах просто сумасшествие, что бананов нельзя купить больше двух килограмм. Ну, а я иду сейчас лично убедиться в этом. Не знаю, не верю, что такое правда, да? Ну, и это первое, что я сказал. Я, как бы, сестра, там безумие. Даже не спит. Ну, заходим в этот странный магазин. Наконец-то я увижу своими глазами. Полгода слушала рассказы. Сейчас, воочию, вижу. Мы зашли в каких-то катакомб. Вот эту хочу. Не хочется, видно, вот там цены такие удивительные. То есть, по 99 рублей. Ну, 99 рублей за банан это очень много, я считаю. 129 рублей за килограмм. Ну, а там можно купить по 69. Но условие, что не более двух килограмм. Это форма. Цельник на форму нынче вешеный, хотя это самый сезон. Месяц-со-два, уже хочу полу, все себя ограничиваю. Сегодня я возьму ее. Что купила? Не знаю, давно хотела. Да, еще нужен желтый, да? Да. Желтый уже не будет. Вот он. То есть, все, да, идеально, формонерно. Вот так чудо. Только вкусного хлебушка. Но я уже от такой еды отказалась. Я ем только. Я пью только колу. И ем с этой. Нет. Я была в октябре 53 или 54. После новогодних праздников встала на весы 62. Ну, сейчас потеплеет. Сейчас наступит сезон для бега. И снова мне 52 верно в 70. Для меня почему-то легко похудеть. Там, сбросить 5-7 кило. Это вообще как нечего делать. Возьму салатик. Подходим к напиткам. Нет, нет, не к таким напиткам, о которых вы подумали. Напитки вот у нас. Что сразу бросается в глаза? Это ценник. Ценник зверский. Не, ну слушайте, реально меньше 60 рублей. 69 там, 65 цен нету. Вот по акции. Но, кстати, для этого сока это достаточно дешевая цена. О! Руктовый сад. Ну, наверное, его где-то тут в соседнем, в соседнем подвале переливают в любимый. Ну, не знаю, за литр такого среднего сока в кавычках отдавать 70 рублей. Ну, то есть, он, понимаете, он гранатовым. В одной ценовой категории. Ну, такого не может быть. Это чуть не так. Тем временем набор килограммов продолжается. Тут очень калорийный салат. Свекла с сыром, чесноком, майонеза очень много. Котлетки 4 штуки. Там еще под низом. Вы не думайте, что это только дверях. И плюс меня ожидает пирожное Наполеон. Ну, пирожное Наполеон покупное, в отличие от всего этого. Моя цель 10 килограмм за полмесяца. То есть, до весны осталось ровно полмесяца. Я планирую встретить ее во всеоружии. Не знаю, буду ли я бегать этой весной. Наверное, да, все-таки буду. Потому что я планирую купить зеркало себе. И когда я в него посмотрю, я пойму, что пора на стадион. Ладно, приступаем. Стой, котенок. Он че маленький, маленький. Мы просто тебя сфотами. Все. Просто сфотами. Перьков. Че ты ее потрясала? Швея, стоимость. 49, 70, 50, это нельзя, как, глядь, это не купят. Пишите, кому надо. Кофе, да, подошел к концу. Мистика. Кофе сменилось на воду. Ну все, я вроде взбодрилась так относительно. Не знаю, почему-то мне в последнее время 6-7 часов не хватает на сон. Хотя, ну еще летом. Хотя лето давно было. Мне хватало. Я это связываю с тем, что в последнее время я затрачиваю, так скажем, днем больше энергии, ну, чем раньше. Сейчас и работы больше и так далее. Это мы спортом немного стала заниматься. Поинтенсивней. И, видимо, моему организму эти 7 часов уже недостаточно, чтобы восстановиться. Ну, не знаю, мне жалко как-то больше времени тратить. Но свой распорядок тоже менять неохота. Надо что-то придумать, какой-то компромисс. Я не знаю, насколько вот это вредно, то, что постоянно кофе... Ну, с утра, в первую половину дня, наверное, до 2-х часов дня я вообще никакая. Потом я выпиваю кофе и как-то вот прихожу в свое такое естественное состояние, в обычное для меня. Ну, а без кофе никак. Я экспериментировала, я хожу вялая, там даже вечером. Так, что у нас там на повестке дня? В ФАС предложили повысить цены на жизненно важные лекарства. Новости обычно не читаю, но тут название такое прямо интригующее, провокационное. Как не перейти? Ну, а переходишь, там это, собственно, опровергается все, что цены поднялись. Цены будут подниматься только из-за того, чтобы поддержать производство. Ну, потому что сейчас нерентабельно продавать по таким низким ценам лекарства. Они исчезают с прилавков магазинов, блин, аптек. Ну, и чтобы как-то поддержать отечественного производителя, необходимо повысить цены. Кстати, интересный такой ход, название как бы, ну, такое грязное, ну, как бы плохое название. Потом статья такая хорошая, хоп, и, ну, и, соответственно, люди сразу поверят. Умно, хитро. Ну, и тем самым статью подвели к тому, то, что цены превышаются на благо. Да, правильно. Надо корректировать численность населения, видимо. Че там мой чай остыл. Картинки тут интересные. Ту картинку, которую приблизила, она мне кого-то напоминает. Дизайн. Интересный. О! Так, ладно. Так, ладно. ПЯТНИЦА Зашла через работу и позавтракать Вот это вот Крупный план Спаржа И так резко на меня О, холодно Не давно мечтала Паржу поесть Куда не зайду Везде говорят, что она или закончилась Или ее вообще И не было никогда Сегодня мне повезло Странно Только с этого логеря без него получится Ну красиво Он подстраивается Оно не видно Оно не видно Хотя Что-ли Так, вообще Вот там вот Там Это детство? Да-да Да Да Смотрю на каждом шагу Откуда-нибудь Да дым Походом У меня есть Складная По машинам 20 секций Слушай, у тебя тут дом прямо Не, дальше За полуродом за скалой За горою И розоветр Да А, ну то есть Это к моей работе Все Ну да Там Там действительно Иногда Окно Откроешь Очень что лучше Ну Летом особенно Все Когда душно Открываешь Но лучше в дыхоте Посидеть Чем Дышать Ооо Так Ну логичные Что-нибудь вот тут Да, потому что я Вот, потому что мы стоим справа Вот, где мы стоим Ну, видимо, холодно Да 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 Тоже приятно Красавица Больше Дальше там еще точка должна быть Все Давай снимай Да Раскизма Часто бывает Ну да Сейчас я еще скажу Постоянный клиент Какая точка Ну Попикантные Где девушки Попикантные Если у них что-то здесь нет А здесь когда как Ну да Они сами приезжают И назад Люди заменяются Но сейчас дальше еще будет Вот Ну холодно Сегодня Ладно Все Можешь их сидеть Вон еще одну точку Есть Спороса хорошая Вечером Сколько интересно за ночь Кому? Таксистом или нет? Нет Конкуренция Да, однако Ничего Спороса хорошая Такси Холодными Зимними Вечерами Вика пишет сказку Я думаю В конце каждого Своего видео Я буду читать Так скажем Продолжение Этой сказки А Кто эту сказку Не ждал Можете смело Выключать Дальше Ничего не будет Видео окончено Подаванщик 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 Жалобно Посмотрел На окружающую Его пустоту Последний раз Огляделся И молча Неторопливо Побрел В сторону Море Там его Никто Не ждал За день До этого Подаванщик Возвращается Домой И застает Свою возлюбленную В постели Совсем Не с собой Подаванщиком Он Вежливо Поинтересовался Чем это Вы тут Занимаетесь А в ответ Услышал Я же говорила тебе Что он тупой Продолжение следует До свидания